Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы, будучи ребенком, воспринимали равнодушие и воспильчивость своего отца на свой счет. И кроме того, будучи ребенком, было очень сложно, да и сейчас, наверное, тоже сложно понять, почему отец вел себя по отношению к вам вот, собственно, так. То есть довольно сложно понять эмоции, довольно сложно понять чувства человека, который то равнодушный, да, вот, то вспыльчивый. Ну, то есть объективно, объективно это очень сложно. Понятно. Я вас, в общем-то, разделяю вашу позицию, разделяю ваше мнение. Ваше мнение я разделяю то, что вам не по себе. Вот. Понимаете? Какая штука. Значит, вот то, что, в принципе, я мог бы вам сказать. По сути. По факту. И первонаперво, задача заключается в том, наверное, чтобы перестать, условно говоря, зависеть от своего отца. Ну, эмоционально, по крайней мере, чтобы вы этого не делали. Чтобы вы не меняли своих представлений и своих взглядов на себя или других вследствие того, как относится к вам ваш отец. А то, получается, что он мужчина, ну, вот, ваш мужчина, да, которого вы выбрали в себе, я так понимаю, в качестве партнера. Он реально просто-напросто используется для того, чтобы доказать что-то вашему папе. То есть вы пытаетесь что-то доказать своему отцу. И пытаетесь вы доказывать это в том числе и через данного мужчину, которого вы выбрали сейчас в свои партнеры. Что, безусловно, не является чем-то хорошим, что, безусловно, не является чем-то таким вот, ну, позитивным для вас. Там еще... Вы не видите в своем мужчине личность, да, вы видите, по сути-то, делу. Вы видите только отца. Вот. И через воздействие, через воздействие с ним, вы пытаетесь вернуть ему должок. Ну, то есть, как бы, доказательством. Вот. Поэтому, проработка детско-родительских отношений и отграничивание или отграничение, как угодно, себя от отца вашего, вы было бы, наверное, наиболее правильным решением здесь, было бы наиболее правильной позицией здесь и тем, что вам, значит, помогло бы. Дальше. Что касается обид, да, вот, того, что вы обижаетесь на своего мужчину. Обиды – это ожидания. В основе обид всегда идут ожидания. В основе ожидания лежат желания. Но такие, за которые вы не несете ответственности. Ожидания, за которые вы не хотите брать ответственности. И, наверное, наверное, это единственная, в данном случае, причина основания ваших проблем, ну, того, что вы обижаетесь, условно говоря, на человека. Так что поразмыслить над тем, что представляют из себя ваши ожидания, в основе которых лежат, образно говоря, обиды. Вот, ну, было бы крайне неплохо для вас. Вот, с другой стороны, только вам решать, хотите вы это делать или нет. То есть, просто поймите, что сейчас своего мужчину вы не воспринимаете как личность отдельную. Ну, поймите, что сейчас ваш мужчина, он видится исключительно, ну, исключительно, как такая производная от отца. И, в общем-то, вряд ли, вряд ли что-то хорошее из этого может получиться. Вот, возможно, если вы проработаете свои детско-родительские отношения, то вам и ваш мужчина текущий нужен не будет тоже, чего вы, вероятно, боитесь. И, возможно, страх одиночества также как-то вот мотивирует вас на то, чтобы поддерживать такие не совсем, ну, не совсем, мягко говоря, да, здоровые отношения. Вот. А я думаю, я думаю, что примерно так. если вы действительно боитесь или можете бояться одиночества, то ничего страшного, а с этим можно поработать, да, и страх одиночества будет будет, ну, будет беспокоить вас гораздо меньше, чем сейчас это происходит. Вот. Вот. Вы можете, вы можете, конечно, не верить мне. Вот. Я, в общем и целом, не прошу вас верить, но все же, думаю, что, что, коль вы обратились за помощью, да, то, возможно, имеет смысл хотя бы, ну, хотя бы, хотя бы попробовать, да. Вот. Такая вот, такая вот история. Эм, сейчас я причитаю ваш вопрос еще раз. Так, у меня в детстве не сложились отношения с отцом, никогда не хотела после этого замуж. Эм, так, ну, здесь, на мой взгляд, вы как-то чрезмерно, через, эм, через чур, делаете акцент на связи между неудачными отношениями с отцом, да, и, эм, ну, замужеством, нежеланным замужеством. Мне кажется, что это вы, ну, эта связь, она не совсем неестественная. Я могу, конечно, ошибаться, но, мне кажется, что это связь не совсем естественная, потому что, а, как бы, вот, если мы говорим про, допустим, повседневность, да, то, на бытовом уровне, бытовым языком, люди крайне редко, э, связывают, связывают отношения, э, э, значит, ну, свои отношения, да, личные, свои личные отношения, и, э, э, взаимодействуют с родителями. Вот, поэтому, э, даже если вы, э, до этого подошли сами, даже если, вот, э, то я думаю, что, отчасти это рационализация, вот, и, в общем, ничего хорошего, а, из, этого для вас не будет, потому что, э, как бы, вы находитесь, получается, в ещё большем конфликте, как вы понимаете, что, э, сейчас ваш мужчина похож на отца, но вы всё равно с ним, вот, и, конечно, это, ну, всё это очень, очень тяжело и болезненно для вас, вот, я ни в коем случае в этом не сомневаюсь, вот, а, ну, тем не менее, работать этим надо, да, потому что, в противном случае, э, своего счастья, вы можете, э, так, так и не, и не найти. Дальше, э, так, я сама его выбрала, а, на чем был основан ваш выбор? Правда, мне кажется, ошибка, я вижу, что всё же нужна ему, и одному ему будет плохо. А, ну, вот здесь, то, что вы видите, что он нужны ему, и тут ему одному будет плохо, а мне кажется, что здесь у вас имеет место быть, э, э, некий элемент жалости к мужчине, и жалость это не основа для, э, здоровых отношений, вот, поэтому, э, э, я бы здесь определился, конечно, э, быть с тем, э, как именно вы относитесь к человеку, да, не, не он к вам относится, а вы, вот. И, собственно, я не думаю, опять же, что вы будете спорить, э, с тем, э, что главное и основное, это всё-таки не то, что ему будет плохо, а то, что вам нравится, потому что это ваша жизнь, и посвящать свою жизнь другому человеку, в ущерб себе, это означает жертвовать собой, а жертвование собой, ну, никогда ничего, э, хорошего не приносило. Вот. Поэтому, такая вот история, э, относительно вот этого момента. Э, дальше, так, выходит, в детстве не условило какой-то урок, э, да дальше делал здесь, э, в уроке, как таковом, понимаете, урок-то вы условили просто немножко не такой, какой нужно. вот, и всё, э, в этом, э, в этом, э, условно, не в том, что вы какого-то урока не условили, а в том, что вы условили неверный урок, э, в том, что вы условили урок, который не относится к вам, э, вот. Э, не знаю, как поступить, пишите вы, Татьяна, и я должен задать вам этот вопрос, э, как поступить, э, чтобы что, что, то есть, э, э, чего вы хотите к итогу, вот. Представьте обещаться, если так, то это работа с вашими ожиданиями, на сто процентов, если вы хотите перестать, обижаться, отработать с вашими желаниями, и, и, э, принятием личной ответственности за то, что хочется именно вам, да, то есть, не обвинять себя за то, что вы чего-то хотите, не обвинять, в этом никакого смысла нет, в чем либо себя обвинять, а именно, вот, э, смотреть, э, на счет того, чего вы хотите, и как вы хотите, чтобы, чтобы было, вот. чтобы не зависеть, при этом, от, э, ну, от другого человека, от кого-либо, чтобы не зависеть, вот. Вот, я думаю, примерно таким образом можно вам ответить, на вопрос, который вы задаете, я надеюсь, что это было вам полезно, обязательно поисследуйте, э, чего вы хотите, да, вот, что вам нужно, это очень важно, там, если без четкой цели, вы оставляете для себя, э, такую, вот, своего рода ладзейку, ладзейку для того, чтобы оставаться на месте, чтобы, ладзейку для того, чтобы, э, не, не делать ничего, чтобы не, э, двигаться, э, в сторону обретения гармонии, но, а если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго, вот, а, я вам желаю удачи, я надеюсь, что ситуация разрешится, и вы все-таки сможете гармонизировать свои отношения с, э, мужчиной, вот. Удачи вам, и если что, обращайтесь. Удачи! 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 Удачи!